Макс Степан Макс Степан Макс Степан Игра все еще пользуется популярностью, но большую волну популярности получила именно из-за ТикТока. И это самая первая мобильная игра, где скачивали более миллиарда раз. Но все равно, отцом всех раннеров мобильного гейминга является Тепоран. Джетпак Джойрайт Макс Степан Сейчас вы все знаете эту ужасную игру. Хайпануло в 2020 году, но игру быстро забыли. И это хорошо. Так как всем надоело эти амогусы, абобусы, очкобусы и прочее. Фрут Ниндзя Разработчики данной игры Half Break Studios. Те самые люди, которые создали Джетпак Джойрайт. Но Фрут Ниндзя вышла в 2010 году, а не в 2011. В игре нужно резать фрукты и побить рекорды. Игра вышла не только на iOS и Android, но и на ПК и на консоль Xbox 360 с использованием функций Kinect. Игра сейчас изменилась до неузнаваемости, что для меня очень печально. Но вы сами знаете донат и прочие пизделушки. Кэнди Краш. Один из самых жадных игр в жанре трех ряд. Хотя скоро будет и похуже. Ведь эпоха Кэнди Краша давно прошла. В игре присутствует аж 9000 уровней. Clash of Clans. Детише от Supercell, которое тоже пользуется популярностью. Игра была выпущена 2 августа 2012 года на устройстве iOS. А 7 октября 2013 года было выпущено на Android устройство. В игре нужно строить свою деревню, воевать, защищать, донатить. Ведь это же так круто. Вливать свои деньги на мобильные помойки. Hile Queen Racing. Легендарная игра, выпущенная компанией Fingersoft. Игра стала не только легендой, но и культовой. В игре нужно ехать на бездорожье. А сама игра обладала очень неплохой физикой и проработкой уровней. Каждый раз нужно улучшать свои транспорты и ехать куда глаза глядят. И да, про саундтрек. Это просто кайф для ушей. 8 Ball Pool. Игра в жанре бильярд. И с элементами многопользовательской игры. Я хоть и не шарю за бильярд, но игра все еще пользуется популярностью. Minion Rush. Конкурент с собой серверса. Пацан к успеху шел, но не дошел. Так как в то время эпоха раннеров потеряла свою актуальность. Game Pigeon. Это эксклюзивная игра на iOS устройство. В игре можно играть со своим собеседником. И как ни странно, в iMessage. Pokemon Go. Игра, которая показала, что ар-игры полностью существует на мобильные устройства. И как же я помню те скандалы и те мемы. И тот чел, который ловил покемона в церкви. PUBG Mobile. Как же любят наши дети тратить свои деньги на бюджет бесполезные скины. И как из военного шутера пролатился в сверх клонов дегенератов. Серия игр Temple Run. Temple Run является отцом всех раннеров на мобильные устройства. Игра все еще стоит в музее среди олдов. Call of Duty Mobile. Эта игра просто дороже, чем PUBG Mobile. Angry Birds. Игра от компании Rovio Entertainment. Особой популярности получила из-за фанатов данной игры. Игра в жанре головоломка и артиллерия. И это не первая и не последняя игра от Angry Birds. Так как были выпущены просто тучи игры. Ну что сказать. Игра легенда. Dragon Ball Z Dokkan Battle. Я не фанат данного тайтла. Поэтому всем фанатам Dragon Ball Z заявляю. Прошу не кидать меня камнями. И если честно признаться, я не разбираюсь в таких играх. Garden Scapes. И если я сказал, что Candy Crush самая жадная игра. То полюбуйтесь над приемным сыном Candy Crush'а. Постоянный донат. Ужасные рекламы. Комьюнити среди нытиков. Это просто плевок для фанатов трех ряд. И как эта игра умудрилась стать такой популярной? Sonic Dash. Раннер в стиле Соника. Игра популярна среди детей и самих фанатов Соника. Самая прикольная фича в том, что тут можно сражаться с боссами. Например, босс с доктором Еггманом. FIFA Mobile. И гей спортс. To the gay. Doodle Jump. В нашей стране, именно на территории СНГ, называют эту игру попрыгунчики. Игра вышла в далеком 2009 году. Разработчиками которой является Limas Sky. В игре необходимо подняться как можно выше. Ну и конечно же по пути есть препятствия. Такие как монстры, анво, черные дыра и прочее. Mario Kart Tour. Довольно таки неудачный эксперимент от Nintendo. Но игра очень популярна на территории Японии. Серия Mario Kart получила коммерческий успех. Но не на мобильные устройства. Fortnite. Прямой конкурент PUBG. Игра в жанре Королевская битва. Разработанная компанией Epic Games. Но 13 августа 2020 года, Fortnite удалили из App Store и Google Play. Так как Epic Games нарушила правила этих рынков. Хотя сама игра на мобильные устройства, была ну очень неоптимизированной. Хотя Fortnite все еще пользуется популярностью. Но на других платформах. Такие как ПК, Nintendo Switch, Xbox. Minecraft. Без лишних слов. Это игра легенда. Это просто святая вода. Roblox. Многопользовательская онлайн платформа. Игра конечно же хороша, но на мобильные устройства просто ужасно работает. FarmVille. Сначала была игрой от Facebook. Ну а потом добрался на мобильные устройства. Это игра батя всех мобильных ферм. Но все равно это симулятор стройки, которая потеряла актуальность. Heyday. Снова удачный проект от Supercell, где нужно снова строить ферму. Игра обладает популярностью среди домохозяек. Хотя сама игра получила коммерческий успех. Geometry Dash. Игра в жанре 2D-платформер. Сначала вышла на мобильные устройства, ну а потом на ПК. Про эту игру не хочу сказать, так как я не играю в такие игры. Genshin Impact. Genshin Impact говно собачье. Free Fire. У меня вопрос, это полноценная игра или какой-то прикол? Flappy Bird. Нашумевшая игра 2013 года. Но спустя год, в 2014, игру полностью удалили из App Store и Google Play. Причиной удаления стало из-за сложности игры, что очень глупо. Конечно, игра сложная. Но я вам рекомендую заценить эту игру, так как эта игра древний артефакт. Asphalt 8 Airborne. Одна из самых успешных игр серии Asphalt, разработанная компанией GameLoft. Сейчас в наше время GameLoft уже совсем не такой, как и EA. Asphalt 8 является самой лучшей игрой среди фанатов. Pledge Inc. Симулятор, где ты создаешь свой вирус и распространяешь по всему миру. 26 мая 2012 года была выпущена на iOS устройство. Ну а через 5 месяцев была выпущена на Android. И так далее. Windows, Linux, PlayStation и Xbox. А, и еще Nintendo. Cut the Rapp. Тоже олдовая игра вместе с Angry Birds. Игра разрабатывалась в России. Но спустя год, а именно в 2011, игра возглавила все чарты мобильного рынка. Ну а после ошеломительного успеха, ZeptyLab выпустили спин-оффы и продолжения. Головоломки, кстати, выполнены очень приятно. Говорящий Том. Олдовая, но все-таки очень странная игра. Игра была выпущена в 2010 году. Главный герой, а именно Том, повторял ваши слова. Но особая популярность пришла в этом году, так как стример I Show Speed играл в эту игру. Plants vs Zombies. Если честно признаться, для меня первый час лучше всех. Игра была выпущена в 2009 году. Ну а позже на мобильные устройства. Главная цель игры защищать дом от мертвецов. С помощью растений. И среди фанатов Plants vs Zombies является самой лучшей. Knives Out. Если честно, я не знал о существовании данной игры. Игра очень популярна на азиатский рынок. И да, это Free Fire на максималках. Как же все криво, убого и нелепо выглядит. Уровень 2. Водная гладь. Эти игры являются основными в своих жанрах. Boom Beach. И снова игра от Supercell. Только вместо концепции фантастического середневековья меняется на более современную военную тематику. Игра та же самая, как и Clash of Clans. Только с другой механикой, стилистикой и фичами. Игра была выпущена 26 марта 2014 года. И сейчас страшно представить, что происходит в игре. Так как я давно не играл в эту игру. Но все равно игра достоин внимания. PS Mobile. FIFA Mobile только еще лучше. Clash Royale. И снова игра от Supercell. И снова происходит во вселенной Clash. Игра в жанре RTS. За первые годы, а именно в 2016, игра принесла разработчикам более миллиарда долларов. Gacha Life. Боже, упаси силы, сатаны. Criminal Case. Игра в жанре головоломка с элементами квест. Ничего удивительного. Очень старый жанр. Pool. Тамагочи прямиком из 2012 года. Ваша главная цель вырастить вот этого гуманоида. Игра в свое время была очень популярной. Но хайп таких игр полностью утих. Heads Up. Просто на эту парилищей. Игра старых времен. И как же все-таки хорошо, что эту игру полностью забыли. Cooking Mama. Cooking Mama это японская игра. Где за мини-игры нужно приготовить блюдо. Конечно, игра рассчитана для детей, но... Но YouTube, пожалуйста, не дай 18+. Я на всякий случай замазал это все. Fire Emblem Heroes. Хм, аниме. Fire Emblem Heroes это аниме. Ну ладно, без шуток. Это японская игра. В жанре пошаговых тактических битвов. Где сражается аниме. Разработанная Intelligent Systems. И издаваемая Nintendo. Love Leaf. И снова аниме-игра. Ну ладно, ладно, без шуток. Это ритм-музыкальная игра. И больно похожая на осу. Critical Ops. Это шутер от первого лица. И как вы можете заметить, это Clone CS GO. Но с этой игрой ни с чем не удивишь. Так как современная молодежь играет в Stand Off 2. Блин, я сказал, как пенсионер какой-то. Броу Старс. Снова детище от Supercell. Игра была выпущена в 2017 году. Сначала на iOS, а потом на Android. Ну понятно и дело, чё. Игра в жанре моба. И шутер с видом сверху. А каждый персонаж обладает со своими способностями. В игре очень много режимов. И временных ивентов. Я как Олт с 2018 заявляю. Игра просто ужасна. Можете назвать меня нубом, так как у меня 13 тысяч кубков. Ведь игра умерла еще в 2020 году. Where's my water? Или как мы его называем, крокодильчик с фомпи. Игра-головоломка, созданная в Disney. В игре нужно собирать уточки и прокопать земляные окопы. Чтобы свомпи принял душ. Из-за успеха игры вышло несколько спин-оффов. Hitman Sniper. Игра от первого лица. Выпышленная в 2015 году. Главная цель игры? Убивать влиятельные личности. Для того времени на мобильные устройства графика была на высочайшем уровне. И да, это очень хороший коспейн на Clear Vision. Coinmaster. О боже, это казино. Дети, не играйте в казино. Лучше зарабатывайте честным путем. Говорящая Анжела. То же самое, как и Говорящий Том. Игра специально представлена для женской аудитории. Вышедшая в 2012 году. И да, как же я помню те мифы о взломе игры неким манейком-хакером. Plants vs Zombies 2. Игра вышла в 2013 году только на мобильные устройства. Это прямое продолжение первой части. Цель игры то же самое, как и в первой части. Игра приобрела огромный успех в ранние годы. Но мне больше всего нравится первая часть. Так как вторую часть EA полностью угробили. Донатные растения, скины, лучшалки и прочее. Terraria. Мобильная версия Terraria вышла в 2013 году. Или в 2012, я не помню. В игре просто куча контента. Где тебя не заставляет скучать. Five Nights at Freddy's. Для меня серия FNAF умерла еще с выхода Sister Location. То есть первая, вторая, третья и четвертая часть для меня One Love. А вот Sister Location, пиццерия Simulator, Ultimate Custom Night. Для меня это просто скучные филлеры. А вот про Security Preach вообще молчу. Security Preach полное говно. Вы охранник пиццерии. И вы должны защищаться от аниматроников. И да, я помню, как на мобильной версии были микротранзакции. Акинатор. Это псевдогений, который думает, что ты ютубер. СcribbleNauts это головоломка. Ну а формально это квест. Бродим и решаем некие головоломки. The Simpsons Step It Out. Free-to-play игра, разработанная EA. Здесь мы строим города. То есть свой собственный Springfield. Игра получила смешанные отзывы. Из-за ситуации с микротранзакциями. Итак, ну а мы спускаемся еще ниже. Уровень 3. Дно айсберга. Эти игры знают, но никто не говорит об этом. I Became a Dog. I Became a Dog это очень необычная игра. Где вы управляете собакой. И в один прекрасный день ты обнаруживаешь, что ты превратился в собаку. Главная цель игры это вернуть человеческий облик. После успеха первой части вышли еще вторая и третья части. Plants vs Zombies Heroes. Это коллекционная мобильная карточная игра. Выпущенная в 2016 году. Игра на данный момент жива, но на костылях. Так как эпоха коллекционных карточных игр давно прошла. Но в этом игре есть очень огромный плюс. Это анимация героев. Ну а остальное, ну вы сами знаете. I Am Bread. I Am Bread или же я хлеб. Вы управляете за хлебом. Игра от создателей Surgeon Simulator. Ну а главная цель игры это попасть в тостер. Игра была выпущена в 7 лет назад. Сейчас она вообще не актуальна. Plumber Crack. Эх, ох боже, без комментариев. Beat the Boss. Beat the Boss. Босс, маленький командир. Это франшиза антистрессов. Специально сделанная для садистов. На данный момент вышло 4 части. В игре нужно, как бы не страшно звучало, убить босса. То есть вообще убить. Любым образом. Автоматами, холодными оружиями или даже ядерной бомбой. Как же я помню, как я в это играл. Кламси Ниндзя. Ниндзя-Тамагочи. Но с более высоким искусственным интеллектом. Так как эту игру показали на презентации iOS 5. То есть, на что способен iOS 5. Для того времени была революционной. Но сейчас никому не удивишь. Дэн Зе Мэн. Экшн-платформер от создателей Fruit Ninja. И как ни странно, в этой игре есть сюжет. Что очень радует для мобильных игр. Кстати, очень неплохая игра, передающая атмосферу 16-битных. Игр. Рекомендую заценить. Catbird. Это 2D-платформер, где вы играете за летучего кота. В игре 40 уровней. Но пройти нелегко. Так как в каждых уровнях есть ловушки и препятствия. Surgeon Simulator. Это официальный порт с ПК-версии. Игра была выпущена в 2013 году. Ну а спустя год пришла на мобильное устройство. Вы в роли хирурга должны лечить пациента. И все это за определенное время. Позже в игру были добавлены 2 бесплатных DLC. А именно операция пулеметчика из Team Fortress 2. И операция пришельца в неопознанном летающем объекте. The Room. The Room это инди-игра с элементами мистической головоломки. The Room стал экспериментальным проектом для Fireproof Studios. Которые хотели создать оригинальную и качественную мобильную игру с игровым процессом. Максимально извлекающим выгоду от использования сенсорного экрана. Но в итоге игра стала одним из самых продаваемых приложений в App Store. А также получила ряд престижных наград. Успех игры породил серию сиквелов. А именно вторая часть, третья часть, старые грехи и конечно же VR-версии. The Walking Dead. The Walking Dead это игра от Telltale Games. Игра поделена на 5 эпизодов. И один DLC эпизод 400 дней. Который влияет на второй сезон. The Walking Dead это интерактивное кино. Где мы наблюдаем сюжетную арку с Ли Эвертом и Клементиной. В игре есть выборы, чтобы дальше развивать сюжет. Конечно выборы это просто иллюзия. Но сама игра получила очень хвалебные отзывы от игроков так и от прессы. Так как сюжет этой игры просто ну очень трагичный. The Wolf Among Us. The Wolf Among Us. Да не, это помойная игра. Это снова игра от компании Telltale Games. Я конечно же не играл в The Wolf Among Us. Но пожалуйста пишите в комментариях как она. Angry Birds Space. Моя самая любимая часть Angry Birds. Птицы добрались и до космоса, чтобы свасти своих детей. А именно яйца. В игре очень много приколюх. Такие как кометы, гравитация, суперсилы и прочие. Интересный факт. В игре работали настоящие работники НАСА. Кеннабалт. Кеннабалт это бесконечный раннер далекого 2009 года. Разработанный Адамом Солцманом. Специально для проекта Experimental Gameplay Project в 2009 году. Изначально была написана для Adobe Flash. А затем была перенесена на iOS, Android, PSP и OEA. Мои поющие монстры. Мобильные инди-игры, созданные одним из основателей канадской корпорации разработчика компьютерных игр Big Blue Bubble. При поддержке канадского фонда поддержки СМИ. И выпущена 4 сентября 2012 года для iOS и 15 октября того же года на Android. Цель игры создать свой оркестр. Музыканты по-любому оценят эту игру. Так как здесь можно сделать полноценные музыки из других игр. Например, Мегалаване. Ice Age Village. Популярная городостроительная игра для iOS, Android, Windows Phone 8, Kindle и Nook. Игра продвигает успешные фильмы «Ледниковый период». В игре вы помогаете персонажам «Ледникового периода», строя город для различных животных, потерявших свои дома. Dominations. Это игра... Кошев Куэнс только в военном стиле? Да, это реально клон Кошев Куэнса, только в военном стиле. И там есть известные диктаторы. Bad Piggis. Игра от создателей Angry Birds. Уровни начинаются с постройки своих транспортов. То есть из говна и палок можно сделать вот это. Задача провести свинью к финишу. Это, кстати, самый первый спин-офф по Angry Birds. И что ж, основной азберг полностью закончен. Углубляемся еще ниже. Там реально забытые игры. Уровень 4-5. Темные воды. Это довольно забытые игры. Super Dangerous Dungeons. Это приключенческий 2D платформер, выпущенная 2 июля 2018 года. Это игра в стиле NES, в которой игрок управляет охотником за сокровищами по имени Тимми. Тока Бока. А точнее, Тока Бока это шведская компания, которая разрабатывает второсордные игры для детей. Pixel Gun 3D. Онлайн-шутер от первого лица с стилистикой Майнкрафта. В игре есть сюжет, онлайн-режим и даже всем надоевший батл-рояль. Как говорят олды Pixel Gun, игру угробили сами разработчики. Red Ball 4. Игра в жанре платформер, основанная на физике. Была разработана российской компанией Yohoho Games. И выпущенная компанией FDG Entertainment. Впервые игра была выпущенная на платформе Adobe Flash. Ну а потом добрался на мобильные устройства. Hit Soccer. Это FIFA на минималках. Игры от Kairosoft. Kairosoft японский разработчик видеоигр. Компания разработала ряд мобильных игр для японского рынка. И добилась большого успеха в портировании их на современные операционные системы. Первоначально они разрабатывали симуляторы для Windows. Но в 2001-м перешли к разработке мобильных симуляторов. В 2010-м Kairosoft попала в первую десятку по продажам приложений для iPhone за первую неделю. Сейчас компания Kairosoft продолжает портировать игры, которые она ранее разрабатывала для других платформ. И да, игры просто туча. Игры от MDK. Наверное, вы помните те трэш-игры. И прекрасно помните, как вы в это играли. Hard Times, Cold Days, Super City, Back Wars, симуляторы рестлинга, Extra Lives и многое-многое другое. Да, все эти игры от MDK Games. И тем более, все эти игры созданы на один движок. There is no game. Приключенческая игра в жанре головоломка. В первую очередь, игра позиционировалась как Point and Click, которая отдает дань уважения разным играм. Такие как Pac-Man, The Legend of Zelda и многое другое. Bitbop. Это аркадная игра с примесью бизнес-симулятора, где ты развиваешь свою музыкальную группу. И это типичный мобильный кликер, который заедает на пару минут. Robbery Bob. Приключенческая игра про историю легендарного грабителя. Цель игры – красть чужое имущество. И тем более в режиме стелс. По сюжету у главного героя доброе сердце. То есть он помогает бедным, который он украл позже. Ким Кардашьян. Это ролевая игра, выпущенная для iOS и Android 24 июня 2014 года. Цель игры – повысить свою известность и репутацию. То есть из грязи в князи. Magnat Game Dev. Игра в жанре экономического симулятора. Разработанная и изданная Green Heard Games. Действие игры начинается в 1980-х годах, когда только появляется игровая индустрия. Сюжет игры растянут на протяжении 42 лет. Fizz. Менеджмент пива. В игре вы развиваете свою пивоварню. Начиная со скромного гаража, вы можете закончить игру сверхсовременным заводом, производящим пиво. PS. Автор не пропагандирует алкогольные напитки. Virtual Families. Самый кривой и самый наглый поги от Симса. Virtual Villagers. Ну а вот это уже очень забытая серия игр. Серия стратегии LDV Software. В настоящий момент серия насчитывает 5 частей, последние 2 из которых выпущены в 2010-м. В игре мы строим свою собственную деревню. Ну и как всегда система экономики и тому подобное. Zombie Catchers. Цель игры – ловить зомби. И сделать из них напитки. По сути, это очень простая гриндилка. Специально для мобильных устройств. Zombie Tsunami. Очень необычный, но забытый раннер. Геймплей игры составляет в том, что нужно превратить всех в зомби. И вместе с толпой напасть на город. И если игрок полностью потеряет Сьюарду, то Game Over. Hipster Ceo. Текстовый аналог игр-симуляторов Game Dev Magnata и Office Story, но со своими механиками и плюшками. Dig to China. И снова текстовый симулятор. Только на этот раз тут чисто понадобится стратегия и умение экономики. Стердом Эйлист. И снова симулятор жизни. Только на этот раз мы управляем суперзвездами. Игра то же самое, как и Ким Кардашьян. Хотя игру создала одна и та же компания. High School Story. Симулятор школьника. Идем дальше. The Silent Age. Инди-игра в жанре Point and Click, но со своей прикольной стилистикой. Сюжет повествует о обычном уборщике, на которого возложена миссия. Спасти человечество от надвигающегося апокалипсиса. Don't get fired. Игра на выживание, где тебе не нужно увольняться от работы. Вы управляете корейцем, которому нужно найти работу. Но вы сами знаете ситуацию в Корее. А именно Суета. Симулятор культиста. Настольная игра с очень богатым лором и сюжетом. Игра, созданная Алексисом Кеннеди. Автором игр Fallen London и Sunless Sea. Конечно, игра не для всех. Но если полностью понять фишки и механики, то вполне будет достойна. Age of History 2. Игра в жанре глобальная стратегия. Ну или Hearts of Iron на минималках. И если честно, я вообще не разбираюсь в таких играх. Ну уж простите, ребят. Final Outpost. Игра смесь жанров Tower Defense, менеджмент экономикой и зомби-апокалипсис. Вы, как лидер одного из последних оплотов цивилизации, вам придется заботиться о населении, использовать ресурсы, чтобы расширять свои владения и защищать своих жителей как от голода, так и от зомби. Westport Independent. Игра, ну, очень похожа на Papers, Please. Симулятор редактора Лента.ру. Где нужно сделать газеты для читателей. The Trail. Теперь все ясно. Кодзима стырил идею у этой игры. Clear Vision. Является серией мобильных игр. Если я сказал, что Hitman Sniper очень хороший косплей на Clear Vision, то вот отец всех снайперских игр на мобильные устройства. Сюжет игры вращается вокруг наемного снайпера по имени Тайлер, который путешествует от обычного парня до профессионального киллера. Также в игре используется мелодороматический сюжет. И, конечно же, включает черный юмор и сатиру. Например, на нынешнюю политику. И цензуру от СМИ. Mr. Case Files. И опять же... Это квест. Да. Бездна. Или же уровень 6-7. Про эти игры никто не говорит. Водобанка. Тактическая игра, в которой вы будете управлять отрядом спецназа. Вам потребуется штурмовать здание и обезврежать и арестовать преступников. И чтобы пройти все эти уровни, вам потребуется планировать маршруты. Не, ну ничего не напоминает, верно? Devil Satterney. Это игра-жанр квест. Вы юрист-адвокат, который выступает в суде от имени своих клиентов по их личной доверенности. И это клон Эй Сатерный. Но только в 3D. Another Case Solved. Вы в качестве сыщика будете разгадывать любопытный конфетный заговор. По сюжету в вашем городе запретили продавать и есть сладости. И теперь вашей задачей будет разгадать тайну этого странного дела. В игре нужно создавать своего детектива и искать улики, чтобы разгадать тайну и сюжет этого мира. Living Alone. Игра, где вы будете помогать недавнего выпускнику колледжа выживать в огромном городе. Вам потребуется обустроиться на новом месте, найти работу, оплашивать жилье и пропитание. Ну или, проще говоря, это симулятор жизни. Age of Procration DX. Это та же самая игра, как и Kingdom of Procration. Нечего удивляться. Outer Age. Очень старая ролевая игра. Была выпущена в далеком 1986 году. Игра позволяет пользователю принять решение, определяющее жизнь воображаемого человека. И показывает возможные последствия этих решений. Игра была выпущена в версии для мужчин и для женщин с разными наборами решений. Daddy Long Legs. Аркадная игра про пушистого паука, где нужно пройти на определенный метр. То есть за рекорды. Серия игр Drown. И опять же... Квест. Метеор 60 секунд. Простой юмористический экшен в жанре сайдскроллера. В этой игре вы окажетесь в ситуации, когда на землю летит огромный метеорит. И до ее уничтожения осталось всего 60 секунд. В последние 60 секунд в своей жизни вы сможете делать все, что захотите. В игре имеет множество концовок. Nobody's. Квест. Магната растений и рыб. Эти игры разрабатывала одна и та же компания. И как по классике, эти те же самые магнат игры. Dice Soccer. Настольная игра по футболу. Age of History Европа 2. World Empire 2027. Age of Colonization. Все эти три игры в жанре глобальной стратегии. Не, ну похоже же. По механикам. Школа хаоса ММО. Очень забытый клон роблокса. В свое время игра была на пике популярности. Про саму игру я мало что помню, но там был просто лютый трэш. Симулятор президента. Вы в роли президента. Можете смело косплеить неизвестного политика. Зацензурить СМИ и посадить неизвестного блогера. Living in the Ended World. Текстовая меланхолическая игра. И с некоторыми элементами хоррора. Игра в режиме выживания, где за определенный срок вы можете посмотреть, как мир погибает. В игре просто прекрасная атмосфера. Tribes of Procreation. Игра, где вы создаете свой мир и свою историю. Что для мобильных устройств очень даже неплохо. Неофициальные порты Red Ball. Неофициальных портов много. Но большинство из них просто на просто халтурные. Например, как вот эта. Которая вы сейчас видите на экране. Ну что ж, углубляемся еще глубже. Там нереально забытые игры. Уровень 8-9. RL.E.H. Про существование этих игр знают или что? Кстати, начиная с этого уровня, я начал дополнить еще забытые игры. Так что, вперед в глубинам. Surviving High School. Игра в жанре визуальная новелла. Разработанная и изданная компанией EA Games. Эхо, умели же раньше EA сделай годные проекты. Сейчас это просто безжалостный конфирен. Изначально было выпущено на кнопочные телефоны. Ну а в 2009-м стали доступны на iPhone и iPod. А также для iPad. Hollywood U. Очень старый и забытый онлайн проект. Да и сами разработчики не выпускают обновления. Да и сама компания полностью загнила. А хотя это типичная игра от Facebook. Sweet Shop Diary DX. Очередной забытый кликер, которому никому не нужен. First Person Soba. Очень странная игра, в которой военные пришли в кафе и поедают фончозу. Не, я знаю, что военные голодают, но... Да, в те времена такие странные игры на мобильные устройства было нормой. Zombie Cafe. Игра в стиле стратегический менеджмент, в которой вы берете на себе управление кафе, где все рабочие зомби или другие страшные существа прямо из фильмов ужасов. Gameplay. Очень положено классические социальные игры на Facebook. Ну да, симуляторы, фермы. А что вы ожидали-то? Age of History Africa. Забытая часть серии Age of History. Но тематикой данной игры является именно Африка. И да, только один континент, который поделена на 436 областей. Ну, то есть вот так вот. Есть полностью глобальная Age of History. А разработчики выпустили отдельную часть, как DLC. Именно из-за этого фанаты недолюбливают эту часть. Albania Life Simulator. Трэш-игра, в которой в свое время стала мемной. Игра настолько плохая, что аж очень хорошо. Хотя название издателя чисто намекает, что эта игра сделана чисто профу. Kawaii Killer. Типичная милая и жестокая японщина. Ну за что милых зверюшек-то? Zombies 8, my friends. Пошаговая RPG игра. С режимом выживания. Вы попадаете в город, кищащие зомби. Создавая и развивая своего персонажа. Выбирая для него одежду, оружие и снаряжение. Ну а затем отправиться и исследовать опасный город. В поисках оружия, припасов и тайников. И да, игру разрабатывала великобританская компания Gloo. Сейчас об этой компании не слуху. Так как вот эта вот семененавистная компания полностью испортил. Weed Firm. Я полностью осуждаю все, что происходит на этом экране. Middle East Empire 2027. Стратегия, которая перенесет игрока в недалекое будущее. В 2027 год. Главная цель этой игры будет захватить всю власть на Ближнем Востоке. Ну типичная стратегия старых времен. Диалогия и игры мини-гор. Обе игры в жанре слэшер. И шутер с видом сверху. Первая часть это обычный слэшер. А вот начиная со второй части, раскрывает весь сюжет. По сюжету жил один дед-изгой. Которые прогнали из общества. И спустя время он решил мстить. Разрабатывая зелье, воскрешая мертвых. И из-за этого начинается вся сюжетная арка. Главный герой Джон Гор и многие остальные пытаются остановить эту эпидемию. Из-за пройденные уровни и дни можно улучшать снаряжение и персонажа. Чтобы дальше мочить любой ценой. Воркемон. Игра-пародия на покемон. Игра ну полностью высмеивает все части покемона. Даже аудиторию и комьюнити. Кстати, вместо покебола тут кредитная карточка. Нескалайн. Эмулятор старой игровой приставки Nintendo NES. Марио, Контра, Черепашки, Ниндзя и многие старые шедевры. Таунсмен. Экономическая стратегия от Handy Games. Хотя у компании Handy Games было очень много шедевров. Вот лист. Guns and Glory. Ферм Инвейджен. Рыбалка с динамитом. Epic Battle Dude. Облако и овцы. И многие забытые стратегические игры. Angry Birds Epic. Игра в жанре пошаговая РПГ. И среди фанатов эпокоников Angry Birds является самой лучшей частью. Это девятая игра из серии Angry Birds. Но разработчики забили болт на эту игру. Так как они шли к эпохе трех ряд. А поддержка игры полностью прекратилась. И даже в Google Play и App Store они исчезли с лица земли. Но эту игру можно сказать в сторонних сайтах. Желательно на Android. Matt Dex. Приемный сын Супер Мидбоя. Цель игры такая же как и у Супер Мидбой. Спасти свою возлюбленную. Только тут нет доктора зародыша. Вместо него какая-то огромная рука. Пьяные врестлеры. Очень забавная убивака времени на двоих. Минималистично, но забавно. Интересный факт. Игра была создана за 7 дней. На конкурсе молодых геймдебов. И да, у них получилось. Amazing Alyx. Самый забытый проект от Rovio Entertainment. Да, те самые, которые создали Angry Birds. Игра основана на аркаде под названием Casey Contraptions. И позволит геймерам осуществлять различные действия с предметами. Ну а точнее, эта игра была полностью основана на физике. Tank Hero. Самый лучший аналог танчиков на мобильные устройства старых лет. Monthly Idol. Цель игры управлять молодыми талантами, чтобы осуществить их мечту. Inst Life. Очередной симулятор жизни. 1 миллион. Конечно же необычное название проекта, но это очередной трехряд. Но только сделано с душой, а не очередная баблодойка. Ну или проще, это пиксельная трехряд игра с элементами приключения и РПГ. Дракона Мания. Симулятор выращивания драконов. Или как геймофт по стопам EA Games убивает свои успешные проекты. Beat Stars. Честно, я много раз рылся в интернете. Либо это ритм игра, либо сайт, где продают биты, или вообще аниме. Ну если честно, я хозе. Мэджика. Но перед началом всем экспертам английского языка заявляю. Это Мэджика, а не Магика. Мэджика. Мэджик. Магия. Или же Мэджик. Итак, игру можно пройти так и одному, так и в кооперативе. И самая прикольная фишка в том, что тут можно соединять любые элементы магии, чтобы получились мощные атаки. Трилогия игры Nova. Nova это полноценный клон Хава на мобильные устройства. Самая первая часть вышла в 2009 году. И в свое время на мобильные устройства графика просто поражала многих. Вторая часть новой вышла спустя год, а именно в 2010 году. Но всеми любимая и известная часть новой, это конечно же третья часть. И как вы можете увидеть на экране, это Nova 3. Мобильная игра 2012 года. Сейчас вы не сможете поверить, если вы это увидели впервые. Это правда. Графика выглядела вот так. Она просто потрясающая. Но спустя годы Game of удалили всю эту трилогию. Ну а спустя время перевыпустили первую часть. Но фанатам такой подарок никак не понравился. Так как в первой выпущенном версии Nova бешеный донат, бесконечный гринд и просто ужасный баланс мультиплеера. Зомби Виль. 2D игра шутер, которая идет бесконечно. Цель игры убивать зомби, лутать дома, найти оружие, улучшать оружие. И так идет бесконечно. Кстати, Зомби Виль Гай появлялся и в Минигор в качестве коллаборации. Хотя есть очень интересная теория, что Зомби Виль имени Гор – это одна единая вселенная. Так, например, в Зомби Виль можно и поиграть за Джон Гора. Гуэрила Боб. Хитовый шутер старых времен. Главный герой по имени Боб. Его главная миссия – воевать на восточные страны, чтобы убить главаря. А именно Джон Гор. Да, Джон Гор и тут появился. Walking with Dinosaures. Диноран. Клон Subway Surfers. Только вместо людей тут высыпают динозавры. Главная цель игры – сбежать от горгозавра куда подальше. Resident Evil 4. Это порт оригинальной четвертой части Resident Evil на Android и iOS. Графику, конечно же, урезали. Хотя порт фанатам игры Resident Evil не особо понравился. Так как тут неудобное управление, ужасная графика тех лет и некоторые сюжетные арки просто вырезаны. Modern Combat 3. Это самый лучший клон Call of Duty Modern Warfare на мобильные устройства. Игра вышла в 2011 году, а графика для мобильных устройств все еще поражает. Real Steel. Игра по мотивам фильма «Живая сталь». По сюжету в далеком будущем бокс, как вид спорта, запрещен в виду своей жестокости. Однако есть и замена. Бои роботов. Побеждая соперников, можно и улучшить своего робота. Mortal Kombat Mobile и Injustice Mobile нервно курят в сторонке. Bravo Man Binjabesh. Runner Platformer. Разработанная компанией Bandai Namco. Как раннер, если честно, очень однообразный. Mitter Die. Это 2D приключенческая игра, в которой игрок может играть за Янца или Ганса. Основная цель игры – собрать как можно больше мяса на этапе. Игрок может стрелять различными снарядами, включая вилку и сковороду. Doodle Army и Mini Militia. Почему именно двое? Да потому что все эти две игры разрабатывала одна и та же компания. Doodle Army – это тупо убивалка времени. То есть идешь и стреляешь. А Mini Militia – это тупо мультиплеер. Bomb Squad. Это одна из самых клевых мультиплеерных игр. В игре очень много режимов на свой вкус. Классический Deathmatch, гонки и даже Tower Defense. И очень жаль, что игру больше не поддерживают. Stick War Legacy. Игра, где стикманы воюют друг с другом. Стратегия, в которой вам предстоит взять под свой контроль огромную армию. И благодаря ей захватить все территории. Главная задача будет нападать на территории соперников и захватывать их. Не давая ни единого шанса врагам на победу. В общем, игрушка прикольная. Всем заветую. Жаль, что полностью забыли. Age of War. Union and the Burning Village. Очень атмосферный платформер с духом Лимбо. Хотя она полностью взаимствована из Лимбо. Но со своим оором и стилистикой. Карманный бог. Кто-то еще помнит эти игры? А я все помню. Bag It. Самая забытая игра в жанре головоломка. В игре нужно распаковать продукты. Но в этой игре нужно соблюдать вес и твердость продуктов. Так, например, хлопья или чипсы могут быть мятами из-за твердых продуктов. Например, из-за арбуза. А вот кола взрывается. Странно, конечно, но такое чувство, как будто это пиво с кекой. Crossy Road. Бесконечная 8-бит аркадная игра. Открывая новых персонажей, путешествия по автострадам, железным дорогам, рекам и многое другое. Vector. Игра платформер от компании Nekki. Те ребята, которые создали Shadow Fight. Все онлайн-игры на мобильные устройства не настоящие. И что ж, вот весь айсберг по мобильным играм. Надеюсь, что вам понравилось. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok